Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс. На этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Дорогие сплетники, кто не знает, у меня есть мой основной канал. Думаю, знают уже все. Но кто новый, добро пожаловать в комьюнити сплетников. Обязательно подписывайся, здесь очень интересно. И вот сегодня у нас с утра вышло горяченькое видео гадания с моей любимой мамой на картах дорог. Гадание на Лолиту Милявскую. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Изумительное гадание. Сразу с утра такой ответ от сплетников. Боже мой, было очень приятно читать комментарии. Кому интересна жизнь Лолиты Милявской, конечно, спорная дама. Конечно, все, бардак у нее в личной жизни. Конечно, ее гражданская позиция. Обсудили все это мы в нашем гадании. Обязательно переходите также по ссылочке в описании. И кто хочет получить видеооткрытку поздравления лично от меня, Ссылочка на бусте будет в описании. Заказывайте. 25 долларов стоит мое видео поздравление специально для вас. Днем рождения или просто привет от Антона Эс. Эти вы очень помогаете поддерживать блогера в наше сейчас сложное время монетизации. И взамен получаете замечательное поздравление лично от папочки сплетников. Вот так что в нашем вчерашнем видео, кто просил по этой ссылочке, можете пройти и посмотреть. Обсуждали мы очень сложную историю с Лерчиком. Ведь люди многие думали, что, во-первых, конечно, у ее мужика отец депутат, насколько я знаю, этого я не знал. Но вот оказывается это так. И многие говорили, выйдет она сухой из воды. Ну посмотрим, милые мои, посмотрим. Напомню, что в нашем вчерашнем видео мы говорили о втором уже уголовном деле. Только за это дело она может получить два года лишения свободы. И вот сейчас начинается серьезная очень тема с ее бизнесом. И сейчас третья претензия, и она достаточно серьезная. С стороны правоохранительных органов, казино и незаконные лотереи. О чем здесь речь? Значит, пара довольно креативно подошла к увеличению продаж ее косметики. Литик, так называется ее косметика. И за каждую покупку на сайте можно крутить колесо фортуны. Купил на небольшую сумму, крутанете один раз. И купил на другую круглую сумму 5-6 раз. То есть там вот такая вот система, да? И значит, вроде невинная забава, милые мои. Но указанные призы в виде автомобилей и квартиры в Москве в случае выигрыша заставляют крутить кольцо. Даже если по сути не нужно тушь, скраб или тот же крем, который она продает. А выиграют, как вы понимаете, пробники этой марки. Да, открытки, еще какие-то промо-коды. То есть на самом деле я не знаю, кто выиграл квартиру, машину. Я слышал, что телефоны выигрывали, да? Но это все равно лотерея. Это все равно с точки зрения именно закона. Это казино. Довольно свежая на самом деле маркетинговая стратегия. И поэтому пока прецедент. Посмотрим, что будет. Очень, повторюсь, все это сложно. Вот опять их притащили, все вы видите, в суд. Запретили ей подходить к телефону. Это ее основной бизнес. Она сама упрашивала суд, чтобы ей дали возможность продолжать сидеть в телефоне. Но это ее основной заработок. Так она сказала, что ей запретили. И она вроде как остается без денег от слова совершенно. Я напомню, Лерчик, Лера Чекалина и Артем Чекалин. Миллиардеры и долларовые миллионеры давным-давно. Но сейчас у них все абсолютно заморожено. Абсолютно все. То есть у них есть долг, который они должны покрыть перед государством в 311 миллионов рублей. Они не могут даже этого сделать, потому что все арестовано. Вот такой вот пост она выложила в своем инстаграме. Любимая. Так сложно было выбрать фотографии для этого поста. Ну, конечно, вывалила весь выводок со своим этим зубастым мужем. Особенно, когда телефон в руках. Последние минуты ей запретили проклятие к телефону. Столько исключения, крайние исключения. Это экстремальные случаи. То есть 112 набрать, например, да. Просто хотела сказать вам огромное спасибо за эти 7 лет со мной. И тут, вы знаете, не просто все лишь страница. Это моя душа. Ваши Чекалины будут по вам скучать. Очень сильно любим вас. Я не знаю, кто будет по тебе скучать, дорогая моя Лера Чекалина. Все, что ты делала, любимая. Ну, конечно, она любит. Конечно, она любит свою аудиторию. Потому что именно аудитория принесла ей миллиарды рублей и миллионы долларов. Человек, который наживал. Ребят, ну нажива. Нажива. И с этого ты не платишь налоги. Многие писали мне в телеграм-канале. Да что вы такие желчные? Она же ничего не украла. Ну, как это она не украла? Она не платит налоги. Она организовала незаконное казино. Это противозаконно. Здесь нет такого, что вот девочка умная красавица. Красавица, просто неимоверный теплый души человек заработала деньги. И к ней сейчас пришли. Ребят, господи, в инстаграмчике заработать миллиарды рублей. Вы слышите суммы? А суммы реальные. То есть документы всплыли. Там реально люди покупали в немыслимых количествах ее марафоны. Косметика-то не приносит тех денег, которые приносили ей марафоны. Все понимают, что такое марафон. Записал, я не знаю, какой-то видеокурс и продал. И не платил налоги. Конечно, она любит. Конечно, она будет скучать. Потому что красивая жизнь, а к красивой жизни привыкаешь очень быстро. Самому Артему Чекалину тоже запрещено. Подходить к этому самому телефону. Будем внимательно наблюдать за этой ситуацией. Я напомню, это прецедент. И огромные блогеры, такие, знаете, массивные блогеры. Как сказать? Глобальные блогеры. Я не знаю, как сказать. Короче, блогеры, которые заработали кучу денег, напряглись. Потому что, повторюсь, та же Ксения Бородина не платит налоги. По крайней мере, не со всех рекламных интеграций. Я лично знаю людей, которые покупали на нее рекламу. Черный нал, то есть только на лапку. Никаких официальных проводов по банковским счетам. Получает деньги. И деньги она брала серьезные до миллиона рублей за пост. Столько, по крайней мере, брала Бородина. Не платя с этого налоги, да? То есть вы понимаете, о чем речь. И там же будет и Блиновская. И вся эта шарашкина контора. Расплодилось немеренное количество людей, которые пытаются сверхобогатиться. И у них это удачно получаете. Все вы знаете, о чем речь. Запускаешь шарик в небо, заказываешь желание. И если ты не заплатил лене, а просто запустил шарик, ваше желание по теории Блиновской не сработает. То есть вы понимаете, да? Идет внушение и манипуляция массами. И вот так случается вот это вот массовое обогащение. Внимательно наблюдаем. Это прецедент. И сейчас я повторюсь. В бюджете Российской Федерации огромная дыра. И сейчас будут затыкать всеми возможными путями. Кто-то говорил, у них есть там какие-то подвязки. Ой, ребят, если вот этот вот нашла коса на камень. Назовем это так, да? Никакой папа, никто там не встрянет. Если люди заинтересовались, это миллиардные состояния. Если люди заинтересовались, то, скорее всего, будут вытаскивать из этих ребят серьезные деньги. Потому что, опять же, нарушали закон. То есть там нет такого просто. Давайте ограбим богатого. Нет. Нарушен был закон. Налоги были неуплачены. Было организовано незаконное казино, которое противозаконно. Интересно, послушайте, ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Меня же здесь всегда на этом канале обвиняют, что я фэтшеймер. Там же она не рисик. Ребят, я за эстетику. Я за красивый внешний вид. Если вы публичный человек, то готовьтесь к тому, что вас будут критиковать за ваш внешний вид. Беллаторн, милые мои. Вот так выглядела Беллаторн буквально не так давно. А вот так вот Беллаторн пришла на показ. Новая коллекция Хьюго. Хьюго Босс разочитили неимоверно ее за лишний вес. Она, во-первых, является лицом бренда в последние несколько лет. И после ее появления на показе пользователи стали писать, что Белла не заслужила быть лицом известного бренда Хьюго Босс из-за лишнего веса. Также они стали сравнивать старые фотки. Повторюсь, что сделали мы только что. И многие были в шоке от серьезных изменений. Многие заявили, что несколько килограмм бы ей скинули, я думаю, десятку, а то, может, и 12. И она набрала, ну вот была она вот такая вот красавица, а вот она на себя не похожа. Господи, вы знаете, лишний вес. И не начинайте мне, не начинайте мне здесь, что это гормональный сбой. Гормональный сбой 1 на миллион. Все. Остальное это неправильный образ жизни. Не ухаживаешь за собой, не смотришь, что ты ешь, не следишь за собой, опускаешь ручки. И все же пытаешься, не знаю, на что она надеется, что вот сейчас бодипозитив и меня будут принимать такой, потому что я себя такой полюбила. Бодипозитив не об лишнем весе, который ты набрала, потому что любишь кушать бургеры. Бодипозитив это когда неисправимый физический дефект, и ты должна принять его, и все должны. Мы обязаны принимать неисправимый физический дефект, потому что вот это бодипозитив. А кто, знаете, накушал 15 лишних, ну, милая моя, ты все еще пытаешься быть моделью, хватит таскать вот этих вот известных людей на посты. Амбассадоров, лиц этих самых Хьюго-бухуспехов. Хьюго-босс, я же сто раз забыл, что такая компания существует. Она существует. И вот вам, пожалуйста, Белла Торн распустилась, девочка. Кушать меньше нужно. Вы себе просто представить не можете, милые мои дамы, господа, как сдает человек с физической точки зрения, когда он набирает лишние десятки. 7 кг уже видно. И на ваших брыльях, лежащих на плечиках, и на вашем животике, который лежит на вашем коленочке. Следите за собой, будьте красивыми, и у вас будет счастье. Я вам гарантирую это все. Кстати, 17 число, вот на сегодняшний день я записываю 17 число. С 14 числа ни капли алкоголя. Я подсел серьезно на нулевое пиво с нулем градусов. Ни капли алкоголя. Мне кажется, стал лучше выглядеть. Не знаю, взвесился я. Блин, набрал 2,5 кг лишних. То есть с того момента, когда я прекратил пить. Я понимаю, отеки ушли, а лишний вес набирается. Ну, потому что я расслабился. Личная жизнь такая, да? Надо следить за лишним весом. Но более месяца у меня, и вы знаете, такой прямо драмы я не замечаю. То есть нет вот этой вот личной трагедии. Все мысли о бутылке нет. Об этом даже не думаю. Поэтому, кто борется с своими демонами, пишите свои успехи. Кто срывается, ребятушки, сорвались. Вот сегодня напились как следует. Сегодня суббота, да? Бог велел. Вот. А завтрашнего дня опять под контроль. Это все нужно контролировать. Значит, Настя Решетова, милая. Господи, кто помнит еще такую? Вот они непонятные лично для меня инсталюди. Но они, знаете, вот они мне непонятны. Их ты вроде как забываешь. Но они постоянно генерируют хроническое количество, гигантское, просто невозможное количество кринжа. Да? Понаехали. Значит, а что нравится в Арабских Эмиратах? Спросили ее. Иначе она начинает мучениться, да? Наша новая Эмиратка. Наша резидентка у нас там, да? Легче сказать, что не нравится. Иногда не хватает свежего воздуха и зелени. Но еще и за последние полтора года туда многие понаехали. Боюсь, что Дубай уже перегружен. Это из разряда, когда какое-то место начинают посещать все подряд, и его шарм теряется. Но, несмотря на это, на данный момент это очень перспективное место для инвестиций в недвижимость. Другоприятные условия ведения бизнеса, дополненно большой покупательской способности населения. Ой, какая интересная информация, да? Мне интересно, что же такое? А что же это за бизнес такой? Крутит Настя Решетова, да? И что же такое ей понаехавшие? Где они ей мешают? Вы знаете, интересный момент. В Дубай можно жить достаточно скромно, да? Ты не будешь себя чувствовать там прямо таки убогим, да? Есть супер богатые, есть мега богатые. А если бы, наверное, народ, который тут же этих же богатых обслуживает, например, в тех же, я не знаю, в Сен-Лоране бутике сидит и вам продает эти самые сумочки, да? Мне интересно, где она пересекается с теми, кто мешает ей дышать в Арабских Эмиратах. Я не прекращаю баловать себя этими мыслями, что известные популярные дамы, публичные дамы, да, занимаются. Ну, эскорт, не эскорт, я не знаю. Я не знаю, кто их оплачивает. Я не знаю, кто оплачивает их роскошную жизнь в контексте, что они столько не зарабатывают. Вы можете мне сказать, да, у нее есть какой-то салон красоты. Многие из вас, кто пилит ноготочки, пускай на уровне Настыри, что-то я знаю, что она не одна такая. Я не знаю, насколько большой у нее бизнес по ресничкам-ноготочкам. Уж точно не должно хватать. На не должно, я сказал. На приватные джеты и люксовые сумки. Ну, там тяжелый люк, тяжелейший люк, да. Там всякие Эрмес, Биркины и все, на которых один, я не знаю, уэйтинг-лист до пяти лет бывает, да. И вот мне интересно, на чем-таки живет Настенька Решетова. Ходят же эти постоянные слухи про ее серьезного дядечку из Казахстана, да. Чего ей так беспокоят понаехавшие? Или что уже в затылок молодые, красивые, свежие дышат, да. А ведь дышат, милые мои, если ты в этом бизнесе, не мне тебе рассказывать драму этих самых понаехавших в Дубай, да. Кто в Дубае, я знаю, в Дубае меня много смотрят, меня многие любят. Я знаю, смотрят очень много эскорта. Ребят, колитесь, как жить в Дубае? Сложно ли стало? Или все нормально, и волка ноги кормят, и как побегаешь, так и полопаешь, да? Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Ну и поговорим немножко, если уже начали про красивую жизнь. Rolex, оказывается, все настолько хорошо, что открывают в Швейцарии еще три новых завода. Спрос на часы стал настолько высокий, что черный рынок, во-первых, стал расти просто в каких-то непомерных моментах. Проблема купить новые люксовые Rolex просто по всему миру нет возможности. Ребят, нету. Ты приходишь в Rolex, я свои выдрал через сестру из Монако. То есть там было время ожидания, я хочу сказать, чуть ли не два года я ждал своей Rolex. Невозможно. И я говорю, что меня, если ты приходишь просто с улицы, вас не поставят на очередь на Rolex, потому что вас просто, вы не клиент. Через своего... Как муж, сестры, мам? Свояк? Короче, через мужа и сестры, ребятушки. Стоял сколько лет? Два с половиной года я стоял, наверное, в очереди на Rolex. Заходишь в бутик Rolex, их нету, вот все, что есть, это продать не могут, на очередь вас не ставят, очередей больше нету. Вот что значит правильный маркетинг, да? Очень было много в часовом комьюнити, я обожаю смотреть обзоры часов, обожаю часы, обожаю всю эту тему, да? Вот. У меня малюсика коллекция, но тем не менее, да? И смотришь, и много было спекуляций на тем, насколько маркетинг в Rolex правильный или нет. Правильно оно у них. Вот такая вот тема. Парламент Молдовы, милые мои, одобрил переименование государственного языка с молдавского в румынский. Вон какая новость. Я знаю, меня в Молдове много смотрят. Ребята, что за тема? Знаете, на самом деле, мне эта тема нравится. Во-первых, огромное количество молдаван уже получили румынские паспорта. Это паспорта Евросоюза. То есть они в состоянии ездить по Европе без всяких лимитированных, без визов в течение 90 дней, да? И многие говорят, что это вот идет слияние двух стран, пускай через дипломатические моменты. И вот сейчас язык лучше пускай с Румынией, чем с Россией. Это личная такая четкая позиция. Но тема больная, тема острая. В Молдове это очень-очень все сложно воспринимается. Имеем сейчас то, что имеем. И только что мы говорили про сложный бизнес на Бали. Куда приезжают популярные личности и пытаются по туристическим визам работать. Их сейчас арестовывают, высылают, дают там баны на въезд. Сложная ситуация. И вот концерты Little Big и Бориса Гребенщикова на Бали отменили все за выступлениями на агента Шатца. А что я сказал на агент? Для меня он замечательный комик. Еврей. Наш дядя. Из-за нежелания артистов оформлять соответствующее разрешение. Я повторил. Ребят, ну вот если вы зарабатываете деньги. Ну, я понимаю, нужно отщелкнуть те же налоги. И я понимаю, как здорово можно приехать по туристической визе. Отработать концерт и полностью всю сумму получить себе на карман. Это здорово. В теории это просто восхитительная тема вся, да? Не хотят. Не хотят платить ничего, да? И вот, наконец, на Бали начинают отменять эту всю шарашку. И на контору прикрывают Гребенщиков. Little Big. А Little Big вообще прям, знаете, прям сдулись, да? Вот уж от кого не ожидал. И ведь на Евровидении готовы были представлять Россию. И серьезная такая у них фан-база была, да? Ну, не ожидал я, что так все плохо у Прусикиной и Таюрской. Ну, там они бы распустили половину группы. То есть сложно все. Все неимоверно сложно. И вот этот вот феномен, он для меня сложно для восприятия, да? Я думал, там гораздо все лучше. Индия вела максимальный срок пребывания для россиян по электронной туристической визе в 180 дней в году. Так сообщил посольство Российской Федерации. Вообще, вот эта тоже тема не совсем здоровая, когда и Индия, вот Таиланд же, да? Соглючили договор с Россией о выдаче, об экстрадиции. То есть теперь людей в случае их розыска на территорию Российской Федерации могут экстрадировать из Таиланда. Но ломанут сейчас все из Таиланда, да? Ауч. Наташа Максимова. Кто помнит Наташу Максимова? Это правая рука была в свое время Ринат Литвинова. Разругались пох и прах. Публичные, знаете, кидались грязью друг в друга. Ну как, на уровне богемы. Это все было преподнесено через дымку Болинсяги, Гуччи. И все это было так, знаете... Свет, скажите, я обожаю ее. И, ребят, мы все здесь это обожаем. Даже если вы скажете, что это нет, а я скажу, вы врете. Потому что мы сплетники в этом живем и дышим. И, значит, приезжала она в Москву. Задержали ее на вылете в Домодедово, в аэропорту, для дополнительной проверки документов. Ее допрашивали, как сообщают пташки, на тему, вникает ли она в политическую жизнь страны. Трансгендерная женщина. Она была, вот, пожалуйста, обложка магазина Татлер, где она была первая трансгендерная... И последняя, скорее всего, да? Трансгендерная женщина на территории Российской Федерации на обложке журнала, публичной медиа, да? И Максимова очень жестко по отношению к войне в Украине. Она не раз это высказывала в свою позицию. Вот фотография Наташи Максимовой за пару минут до того, как ее задерж... А, знаете, я на нее подписался. У меня была всегда спорная вот эта вот тема Наташи Максимова, да? Кудая до невозможности. Сюжет в Париже. Какой-то, знаете, какой-то гламур такой с надрывом, да? Вот то, что я люблю. Вот от нее идет вот правильный вайб лично для меня, да? Наташ, если смотришь, привет, я на тебя подписался. Значит, вывели ее, а теперь давайте смотрим видео, да? Прямо из Домодедова, которое снимала Максимова. Александр, не вы понимаете, какие вы производите фуроры в аэропорту? Вот теперь тут практически я, как это называется, перевозчица золота-бриллианта. Обожаю. Ее после допроса отпустили. Вылетела она после проверки документов в Домодедово. Я так понимаю, летела она все равно в Париж. И сейчас она, насколько я знаю, в Париже. Также, помимо вопросов политических, видели вы сейчас только что, это было платье от Арутюнова. Арутюнов, я тебя люблю, ты рок-звезда, ты огонь. Твоя майка у меня в рамке, потому что это подарок от тебя, и я эту майку обожаю. И, значит, все вы сейчас видели проверку на аутентичность камней. Все, что вы видели, это платье от Арутюнова. Он ее одевает, он красивый, он роскошный это делает, да? И, значит, проверяли, не расшито ли оно, не задекларированными бриллиантами. Ох, вы серьезно, ребят? Сдержали трансгендерного человека, значит, спрашивали ее по поводу политической и гражданской позиции. А потом полезли в ее гардероб и стали проверять платье Арутюнова на предмет, не расшито ли оно настоящими бриллиантами. Наташ, не возвращайся ты больше в Москву. Ну вот живи ты Парижем. Я знаю, может быть сложно. Ну как тебе, во-первых, Париж идет, а во-вторых, милая моя, в Москве. Ну тебе, наверное, будет сложно, милая моя, очень сложно. Рига запретила въезд россиянам. 35 россиян, там входят шаман Бабкина Надежда, да? Посол НР Мирошник, телеведущая Кудрявцева, Барановская, Станислав Старовойтов, Алина Агуререева, журналист Михаил Шахназаров, Юлия Витязева и другие прикрывают. Ну, знаете, я думаю, что все деньги, которые я слышал, просто безумные деньги платят всем сейчас, кто активно поддерживает Кремль в их деяниях. У них все хорошо на их родине. Просто, знаете, такое штрих-портрет. Ну и Киркоров, кто бы знал, помните вот эту вот тему, где он стоял на кресте и выступал он с песней Марии Магдалены, я хочу сказать, да? И тогда же эти, блин, православные, неуемные, оскорбленные, да, подали на него в суд, требовали от него они один рубль. Ну, вы понимаете, должен был быть прецедент, да? То есть, неважно, рубль это символическая цена, сумма, которую они готовы были выиграть у него в суде. Время концерта в мае 22-го года, тогда певец забрался на крест, православные активисты подали в суд за оскорбление чувств верующих и потребовали от него сыскальность. Миллион рублей позже снизили до условного рубля. Суд встал на сторону Филиппа Киркорова и отклонил иск. Могли просто не смотреть, так сделало свое заключение судья. И мне интересно, долго ли этот судья просидит на своем месте, а может быть все сделано правильно. И все сделано правильно в любом случае, это абсурд, да? Не нужно нести религию в жизнь светского государства. Ну, не нужно этим заниматься, это не та тема. Отстаньте, отстаньте от светской жизни, отстаньте от светских государств. Правда, ребят. Ну и вот прислала мне пташка следующее, да? Что бренд Философи оштрафовали их на 200 тысяч рублей за мерч с надписью «Иностранный агент». Права на словосочетание, оказывается, предлежит Russia Today. Помимо проигрыша в суде, команда магазина собирает деньги сейчас на оплату этого самого штрафа. В 2001 году мы выпустили мерч в поддержку одного издания, «Медузы». А сегодня выпускаем мерч с похожим дизайном в поддержку себя. После этого коллаба телеканала Russia Today подали нас в суд за использованием дизайна в футболке. Слов «Иностранный агент». Футболка ни о чем, абсолютненько. То есть сейчас они пытаются этими футболками, похожими футболками, где был «Иностранный агент», сейчас они пытаются с помощью этих футболок накопить уже наш штраф. 200 тысяч у них нет. Ну, такое, милые мои. И, пожалуйста, ничего необычного, просто немного ношенных вещей из «Цума». Целая коллекция от «Клаэ». Это все ношенные вещи, хорошее состояние, да, потертости. Вот, пожалуйста, сумка, да, небольшое темное пятно на коже. Внутри сумка слегка потемнела, цепочка замка. Руфли от «Клаэ» 25 тысяч вместо 45 тысяч. Ботильоны от «Клаэ» 62 тысяч вместо 104. Казаки, шелковое платье аж 134 вместо 379 тысяч рублей. А на какой момент «Цум» превратился в барахолку уровня «Авито», да? Получается так, ношенное тряпье сейчас «Цуме». Знаете, штрих к портрету, просто наблюдаешь за всем этим и становится печально. А вот вам, пожалуйста, дорогие мои. И смотрим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А это когда-то давным-давно уже какой-то другой вселенной, года два с половиной три назад, да? «Блэк Стар» открывали бургерную в Лос-Анджелесе. Премиальная локация на тот момент была. Модная локация в Лос-Анджелесе. Тогда они приглашали Джастина Бибера покушать бургер. Заплатили за появление на вечеринке Джастина Бибера и его жены миллионы долларов. Он пришел, покушал бургеры, поулыбался, миллионы свой положил в карман. А вот сейчас вы виделись, да, как выглядит локация в Лос-Анджелесе, где находилась раньше этот «Блэк Стар». Вы знаете, вот та самая интересная момент. Помните, Ханна, это жена Пашу, которая уже в Лос-Анджелесе чуть ли не из России возили мастериц по ноготочкам, потому что были ужасные условия, на которые местные не хотели работать, да? Было все практически незаконно. И вот, пожалуйста, накрылась как медным тазом бизнес, как у Ханны. Ноготочки не вытащила, да? Равно как и «Блэк Стар Бургер». В Лос-Анджелесе не поднять бургер, но серьезно, стыд-позор. Это называется стыд-позор. Интересно, послушайте, ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. А вот вообще, вот как ведется бизнес многими из постсоветского пространства. Какая-то разовая возможность заработать, да? Плевать, какая долгоиграющая история, нам это не нужно. Вот за раз поднять сумму, а потом горе оно синим пламенем. Это уже, знаете, в подкорочке. Интересно, послушайте, ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддержим приюты для бездомных животных. Поддерживайте волонтеров, поддерживайте приюты. Не проходите мимо страданий братьев наших меньших. Ребят, мы замечательная комьюнити. Единственное, к сожалению, в русскоязычном блогинге, которое всегда помогает бедным хвостикам. Продолжайте доказывать всему миру, милые мои сплетники, что мы сплетники. Обалденные люди, которые умеют не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Личное благодарное всем спонсорам канала, всем, кто заказывает у меня через бусте видеопоздравления. Спасибо всем, кто подписывается на канал или хотя бы просто элементарно не пропускает рекламу и интеграцию от самого Ютуба. Этим вы очень помогаете нам производить ежедневный контент на этом канале. Подписывайтесь на канал сплетников, у нас здесь жарища. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто приходит за общение с папочкой сплетников на 20 минут каждый божий день. Спасибо, милые мои. Всем шикарной субботы. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok